И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Шабыт, вдохновение. Именно так называется сегодняшний вечер молодых чтецов. А тема, которую они выбрали, — любовь. Шабыт, вдохновение. Он хотел зачитать самые любимые стихотворения, те, которые пришлись по душе, и те, которые особо дороги молодым людям. Так люби, чтоб замирало сердце, чтоб каждый вздох, как в первый раз, чтоб душой только отогреться у огня любимых, милых глаз. Так люби, чтоб замирало то счастье, можно было в жизнь свою дать, чтоб, несмотря на все ненасти, все равно надеяться и ждать. Актол Кын Елемесова, в отличие от многих чтецов, получивших приглашение на вечер в социальных сетях, удостоилась личного приглашения от организаторов. Девушка неоднократно принимает участие в творческих мероприятиях, поет, рисует, снимает. Вечер чтецов для Актол Кын — еще одна возможность раскрыть себя и продемонстрировать талант тонко чувствовать текст, написанный поэтом не одно столетие назад. Захотелось принять участие. Вот, сегодня пришла. Здесь очень классно и вообще рада, что столько людей собралось неожиданно. И приятно, что позвали. По сторонам к Светаеву, да, это мои любимые писатели. Светаева, наверное, у многих любимые. Самое трогательное у них стихотворение. Весь вечер звучали стихи прошлых столетий, которые навек остались на страницах сборников и в памяти лишь тех, кому это непременно интересно и нужно. Но некоторые стихи знакомы не только любителям поэзии, но и большому числу зрителей советского кино. Не зарастет на сердце рана, прольется пламя на спула, пока жива. Самой ты будешь, душа и кровь неразвоимы. Это стихотворение Александра Кочеткова многие знают по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Тимуром Шайдулиным оно выбрано тоже не случайно. С ним связано важное в жизни событие. Сегодня я рассказал произведение Александра Кочеткова «Баллада про куриный вагоню». Это мое любимое произведение. Я с этим произведением выступал на различных республиканских конкурсах. Я поступал в университет в этом году, с этим я поступаю на режиссуру, и там был творческий экзамен, на нем я рассказал это произведение. Хорошие впечатления, приятные люди, уютная атмосфера, побольше бы таких сборов, сходок в Шенкенте. Мне кажется, уровень культуры, население поднимется на новый этап. Впечатления от вечера и правда остались положительными, да и цели организаторов вечер оправдал. Мы давно думали, что молодежь нуждается именно в таких уютных вечерах, которые могут самовыразиться, поделиться своим творчеством, чтобы проявить, именно вызвать этот интерес к творчеству, к искусству, к поэзии, чтобы люди научились делиться этим. Потому что с помощью них мы можем построить именно интеллигенцию нашего города. Следующий вечер чтецов организаторы планируют провести в следующем месяце. Тогда задействуют еще больше молодежи. Появятся и новые чтецы, и новая тема.